Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили, и это очередной Мукбанг. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал и постоянно смотрите мой контент, предлагаю сейчас исправить эту ошибку. Тем самым замотивировать меня очень много контента снимать для вас. Итак, что у нас на сегодня? У нас говядина по-азиатски. Такого блюда на моем канале никогда не было. Я специально искала что-то необычное. Я даже не пробовала. Надеюсь, что это вкусно, потому что здесь очень много соевого соуса, который я просто обожаю. Тонко нарезанное мясо, которое хорошо я обжарила. Еще сверху посыпала кунжутом. Хотя в рецепте кунжут не нужен, но мне просто кажется, это идеальное сочетание. Дальше здесь обычный салатик со свеклой. Мне также в рекомендациях попал. И тоже решила приготовить. Вообще я стараюсь. Вот честно, вам кажется, что у меня постоянно стали одно и то же. Но я на самом деле стараюсь выбирать какие-то разные блюда, которых, например, на моем канале никогда не было. Здесь у нас консервированные, нет, маринованные грибочки. Консервированные маринованные грибочки. Рецепт я вам обязательно оставлю в описании под видео. Так получается намного просто бюджетнее, чем покупать. И вкус совершенно отличается. То есть, когда вы маринуете сами, не добавляете такое огромное количество уксуса. Буквально 2 дня и готово. Если вы кушаете, то вам приятного аппетита. Я, пожалуй, уже приступлю. Достаточно много здесь. Как это вкусно! Это видео я просто снимаю, как сказать правильно, на запас. Потому что мы, наконец-то, купили билеты в Грузию. И мне прям не верится. Очень хорошее настроение. Я хочу это видео отснять и просто оставить на тот период, когда я буду там. Едем мы с Самирочкой. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы быть в курсе всех событий. Вкуснотища просто! А грибочки как в тему. В общем, едем мы всего на 3 дня. Как вы знаете, мы планировали поехать в Европу. Но так получилось. А получилось, как я хотела. Я очень хотела в Грузию. Возможно, я как попугай повторяю одно и то же. До этого видео я вам все это рассказывала. Возможно. Но я безгранично рада, потому что очень уж давно я хотела посидеть Грузию. Последние несколько дней я публикую по 2 видео в день. И, к сожалению, вы не успеваете смотреть все, что я публикую. Понятное дело, потому что контента слишком много. Поэтому я решила сделать небольшой такой перерыв, чтобы дать вам возможность просмотреть все. Это жалко, честно. Ну, конечно, вы смотрите. Например, последний влог набрал 20 тысяч, а хочется, чтобы он набрал 30. Поэтому решила немножко снять материал. это настолько вкусно. Я прям в шоке. Надо рецепт снять обязательно для вас. Там в рецепте с луком, но мне кажется, вот без лука как раз-таки лучше. без лука, с кунжутом. Надо взять рецепт. Просто невероятно вкусно. Так, поотвечаю на ваши вопросы. Привет, Айка. Давно слежу за твоим творчеством. Ты постоянно в видео говоришь, что смотришь Дом 2 на протяжении уже 10 лет или более. А почему бы ты не хотела попробовать себя в роли участницы? Мне кажется, многим было бы интересно наблюдать за твоими отношениями. И прям там же снимать мукбанки из халявной колбасы. Когда я была мелкая, мне было 13-14 лет. Это была моя мечта. Но повзрослев, я просто поняла, что этот проект немножко не для меня. Я человек не конфликтный. Например, с одним человеком у меня не получилось. Мне надо, не знаю, пару лет, чтобы прийти в себя. Чтобы потом уже начать отношения с кем-то другим. А там у них все происходит очень быстро. Наверное, руководство тоже наседает в этом плане. Скажу честно, я ни разу не отправляла заявки. Но мне кажется, меня возьмут. Я так думаю. Но просто так кидать заявку, если я знаю, что я все равно туда не собираюсь. отнимать время у людей, которые занимаются кастингом, я считаю, немножко неправильным. плюс еще, понятное дело, там можно набрать большую аудиторию, но аудитория, которая смотрит Дом-2, не хочу никого обидеть. Но в большинстве случаев это достаточно токсичная аудитория. Мне бы такого не хотелось. То есть, на мой взгляд, я не подхожу под рамки Дом-2. Там девушки нужны такие, знаете, яркие, которые умеют за себя постоять. С кем-то даже подраться, если это нужно. Я не способна на такие вещи. Плюс еще такой момент, как репутация. Люди потом долгие годы не могут избавиться от клейма. Бывшая участница реалити-шоу. меня как бы все устраивает. И тем более там не такие уже большие зарплаты. То есть, топовые участники получают там по 100, по 150 тысяч. Чтобы стать топовым участником, сколько времени должно пройти, правильно? И потом 150 тысяч от небольших деньги. 150 тысяч спокойно и в обычной жизни можно заработать, не позорить на всю страну. плюс если учитывать контингент мужчин, которые приходят туда строить отношения, это немного не мое. То есть, я бы не смогла построить отношения с человеком, который пришел искать отношения на Доме-2. Там всякие стриптизеры, актеры. Короче, если бы я туда бы пошла, в первую же неделю я просто вылетела бы оттуда, как пробка. плюс я не очень люблю находиться в больших коллективах. То же самое касательно и школы, и универа. Мне очень часто во сне снится, что типа вот завтра экзамен, мне надо в универе. Я думаю, блин, я же думала, все закончилось. Потом просыпаюсь и понимаю, что это был сон. И в этот момент я понимаю, вау, как классно. Как это вкусно. насколько я понимаю, там на доме два есть какие-то продукты, они бесплатные, понятное дело. Но опять же, участники, то, что им хочется, докупают еще. То есть, если ты хочешь роллы, там, не знаю, красную рыбку, тебе самой придется за это заплатить. Как я понимаю. не знаю, мне лично надо посмотреть, там, поугарать. Но самой в этом участвовать не хочется. То есть, я смотрю, это же не значит, что я хочу быть на их месте. Нет, конечно. В обычной жизни я считаю, больше возможностей, нежели в рамках Дома-2. Есть, конечно, определенные пары, за которыми интересно наблюдать, из-за которых я смотрю этот проект. Ну, не знаю, опять же. Следующий вопрос говорит Мадина. Мадиночка, тебе огромный привет. Привет, Айка. Замечала за тобой, что в мукбанках ты никогда не используешь матершинные слова. Это образ или в жизни тоже такие слова ты не используешь? Тоже интересный вопрос. Я и в жизни матом не ругаюсь. Это не потому, что я хочу вам показаться такой белый, пушистый. Есть контент девчонок, где они как сапожники ругаются матом. Вроде как в последнее время YouTube даже не ставит на это никакие ограничения. Дело тут далеко не в репутация. Мне недавно пришло письмо от YouTube. Не знаю, как вы это воспримите. Я всегда думаю, как это выглядит со стороны, блин. Короче, письмо заключалось в том, что мои аудитории короче, письмо заключалось в том, что моя аудитория по качеству очень высокая. Поэтому можно на моем канале показывать рекламу класса люкс. На мой взгляд, каждый человек выбирает себе блогера по духу. Кому-то, например, нравится, когда блогер ругается матом. Я в обычной жизни тоже никогда матом не ругаюсь. Крайне редко может у меня что-то проскользнуть. Не то, чтобы мне дома родители запрещали. У нас дома ни папа, ни мама не использовали матерные слова. Как-то это не вошло в привычку, так скажем. никогда не от отца, ни от мамы я не слышала подобных слов. И то, что сейчас я не ругаюсь матом, это целиком полностью их заслуга. И опять же заслуга моих учителей. то есть они тоже прививали нам, что ругаться матом это плохо. Это уже осело в голове, раз плохо, так не будем. я вам даже больше скажу. Я не люблю компании, где чрезмерно употребляется нецензурная брань. мне некомфортно. Да и возможно это и от менталитета зависит. У нас как бы в азербайджанском языке вообще мат не приветствуется. Он звучит невероятно грубо. Но на русском языке мат прям, знаете, выражает прям твои эмоции в полном объеме. порой прям так и хочется выразить свою мысль вот этим вот прекрасным словом. Остался у нас салатик. На самом деле очень вкусно было. Что здесь салатик? Кукуруза, свекла, лук, зелень. И все это оливковое масло сверху. Мы когда учились в школе, ругаться матом было как-то круто. То есть те девчонки, которые ругались матом, они как-то и дружили со старшеклассницами и курили и были такими крутыми. я не входила в все сто крутых девушек. Крутых девочек. потому что мне с детства мама проявляла две вещи. Вторую, кстати, очень часто она говорила, не знаю почему. возможно у мамы свои какие-то детские травмы. В общем, первое, это то, что ругаться матом это прежде всего не воспитанность. Мама постоянно об этом говорила. В неделю где-то два раза обязательно. Был на эту тему разговор. И еще почему-то мама всегда говорила, Айка говорит, если кто-то в твоем классе одевается хуже, чем ты или ходит в одном и том же или ходит в дырявом, никогда на этом не акцентирую внимание. Никогда. Этот ребенок не виноват в том, что у ее родителей нет возможности купить ей новую одежду. Я вроде бы, знаете, никогда не была ребенком острым на язык. Ну, почему мама постоянно мне это повторяла, я не понимаю. Из-за внешнего вида никогда не смейся ни над кем. Возможно, у них нет возможности. постоянно это мама мне говорила. Возможно, мама в своем детстве видела, как, например, издеваются над ребенком из-за того, что у него чего-то нет. Возможно, из-за этого мама пыталась привить нам это. Но прямо на этом мама делала огромный акцент, хотя я себе никогда такого не позволяла. Я со всеми дружила. Ну, кто со мной будет дружить? Не могу сказать, что я прям была такой популярной девочкой, с которой все хотят дружить и так далее. Такого никогда в жизни у меня не было. Я никогда не была душой компании. Такая, знаете, обычная невзрачная девочка. Вот и все. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю с вами лайк. Пока.